Стрит-стайл 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 Бежевое пальто До сих пор фаворит Я уже говорила о том, что итальянки Редко носят светло-серое пальто И серое пальто И действительно Стрит-стайл весны это подтверждает Итальянки очень любят Необычную обувь Посмотрите, эти сапоги Безусловно пример такой обуви И фактура, и каблук, и бахрома На этих сапогах И могу сказать, что да, необычная обувь Фактурная обувь это то, что может очень-очень обращать на себя внимание и при просто-таки базовом гардеробе при помощи обуви мы можем получать, иметь совершенно разные компоновки, разные ансамбли. Без комментариев. Такое классическое пальто я часто вижу на молодых итальянцев. Кстати, сегодня посмотрите, как интересно, очень много именно светло-серых пальто. Классическое пальто, на мой взгляд, очень и очень идет мужчинам. И я часто вижу, как мужчины, одетые достаточно спортивно, в качестве верхней одежды используют классическое пальто, более или менее длинное. Людей сегодня очень и очень много. Снимать очень тяжело и очень обидно пропускать и на самом деле не выхватить в кадр людей действительно классно одетых. Но на самом деле такое большое количество людей, скопления людей не позволяет взять нужный ракурс, чтобы вместе с вами потом рассмотреть классно одетых стритстайлеров. Я уже обращала внимание своих зрителей на женские компоновки вот в таком коричневом, в таком оттенке. Практически это тон в тон, закомпонованная одежда. Но посмотрите, и обувь в данном случае тоже коричневая. И посмотрите, как это здорово смотрится не только на женщина, как мы видели раньше, но и на мужчинах. То, как одет молодой человек, это тоже пример того, как можно закомпоновать одежду в одном цвете, слегка отличающейся по интенсивности. И посмотрите, он имеет контрастные аксессуары. Я остаюсь верна той позиции, что контрастные аксессуары, когда мы делаем компоновки из пастельных тонов, из очень светлых тонов, они всегда смотрятся лучше. Потому что если мы будем использовать светлую обувь, светлую сумку, возможно светлый шар и плюс светлая одежда, несколько слоев светлой одежды, все будет смотреться, на мой взгляд, достаточно блекло. Если вы имеете желание носить пастельные цвета, светло-бежевые цвета, свето-коричневые цвета, примерьте их прежде всего с яркими контрастными аксессуарами. Снова и снова возникает вопрос, возможно у вновь прибывших зрителей, носят ли итальянки шубы. Это пример шубы из натурального меха. Шубы из натурального меха сейчас в Италии окрашиваются во всевозможные цвета, имеют на самом деле очень интересные фасоны. И да, шубы из натурального меха носятся в Италии и любимы итальянками. Скоро выйдет видео, не знаю даже как я назову его, женщина лоск, либо что нас молодит, где я обращу снова внимание на определенные вещи, которые я смогла увидеть, именно потому что я снимаю стритстайл, а потом очень внимательно и кропотливо его монтирую. Но также благодаря комментариям своих внимательных зрительниц. И хочу сказать, что одна из вещей, на которые я обратила внимание, помимо осанки, помимо походки, это то, куда устремлен наш взгляд. Посмотрите на итальянцев. Очень многие нравятся, как они выглядят, как они неспешно идут, как они часто улыбаются. Но посмотрите на итальянцев, которые гуляют. Никто не смотрит себе под ноги. Люди смотрят по сторонам, люди смотрят в лица других людей. Это то, что очень и очень отличает итальянскую нацию. У них у всех подняты головы, практически ни у кого не опущены. И они легко встречаются взглядом с другими прохожими. Это пример того, когда ты не знаешь, кого снимать, за кем следить камерой. Белые брюки не теряют своей популярности. Но снова мы видим на мужчине компоновку из коричневых цветов, тон в тон, как я уже обращала внимание до этого, и контрастную обувь. Белые брюки. Популярный, популярный, любимый. Здесь без комментариев. Это, конечно же, пример очень классного, смелого стрит-стайла. Что вы видите, дорогие зрители? Под этим пальто надет тренч. Самый обычный, скорее всего, хлопковый тренч. Посмотрите, как даже самый обычный пуховик при помощи шелкового платка может смотреться, ну, действительно, очень-очень здорово. И уж как минимум вращает на себя внимание такая компоновка. Дорогие зрительницы, носите шелковые платки, полиэстеровые платки, если вы не можете найти шелковый. Примерьте, вы увидите, насколько это универсальный и классный аксессуар. Который, кстати, часто, совершенно несправедливо, на мой взгляд, считается возрастным аксессуаром. Кто смотрит мои выпуски стрит-стайла регулярно, знает, что леопард очень любим и очень популярен здесь, в Италии, среди итальянок. Леопардовое пальто – это то, что мы видим очень часто. Леопардовая обувь также. И сумки с леопардовым принтом тоже часто встречаются. Снова пример красного кроссбэга. И одна моя зрительница, кстати, купила красный кроссбэг. Посмотрев на мои видео, она прислала мне фотографию. Я поздравляю ее от всего своего женского сердца, модного сердца с покупкой. Красное пальто, конечно, очень обращает на себя внимание. Красное пальто любой длины на подкладке, либо нет, все время меня одна заединица исправляет. И могу сказать, что красное пальто и красный билет, кстати, тоже вообще красные аксессуары – это, конечно же, герой стрит-стайла сам по себе. Если вы хотите яркости в вашем гардеробе, если вы хотите чего-то, что действительно будет вас выделять из толпы, а иногда такого хочется, иногда бывает такое настроение, то красный цвет в одежде – это то, что нужно. КОНЕЦ Сегодняшний стрит-стайл мне бы хотелось завершить съемками этой прекрасной семьи. Она не в полном составе. Мы видим бабушку, мы видим ребенка, и мы видим папу. Бабушка и папа, на мой взгляд, очень классно одеты. При этом я думаю, что им тепло, я думаю, что им удобно. Учитывая, что это люди, которые вышли на прогулку с маленьким ребенком, а маленький ребенок и жизнь с маленьким ребенком, она требует определенных изменений в нашем гардеробе, я считаю, что они очень и очень классно выглядят, очень здорово одеты. Я желаю всем своим зрителям в преддверии весны, в ожидании весны, испытывать эту радость ношения той одежды, которая нравится. Я очень хорошо знаю чувство нетерпения, когда хочется поскорее-поскорее надеть свое красное пальто, либо белое пальто, которое вот-вот мне должно прийти, либо мини-юбку, либо да все, что угодно это может быть. Это ожидание весны, оно прекрасно. Я желаю всем прекрасного весеннего настроения. Несмотря на то, что мы находимся среди таких интенсивных новостей о коронавирусе, желаю никому не паниковать, радоваться каждому солнечному дню, каждому теплому дню. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. И да, в преддверии очень много интересного стрит-стайла, потому что у меня огромное количество отснятого материала еще из Венеции, еще из Падуи. И, кстати, была сумка, возможно, где-то я уже обращала на это внимание, с инициалами. Потому что часто меня спрашивали под определенным видео, зачем ставить инициалы. Это просто способ персонализировать вещь, которая тебе досталась. Ну что ж, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.